БИБЛИЯ ГОВОРИТ ОТВОРАЧИВАЕТ СТРАХ, А НЕ ЛЮБОВЬ К БОГУ Очень хороший вопрос, но как обычно или как часто это бывает, люди вплетают в один вопрос столько много всяких разных тем, что для того, чтобы на него ответить, наверное, нужно несколько передач таких, несколько наших программ Я попробую очень коротко сказать по самой сути этого вопроса Когда мы говорим об отношении человека с Богом, это отношение построено на объективной реальности того, кто есть Бог и кто есть человек Бог, создавая человека, создал его по образу и подобию своему, но человек продолжает быть творением Бог творец, человек творение Человек создан по образу и подобию Божьему Это означает, что человек способен коммуницировать с Богом Человек способен логически мыслить Человек способен делать выводы Способен принимать решения Способен действовать в соответствии с принятиями или исходя из принятых решений Вот в этом человек подобен Богу Но человек не подобен Богу И человек очень, или человек очень радикально отличается от Бога В смысле того, что Бог творец, а человек творений И в этом смысле, когда мы говорим о том, что Бог творец, это значит, он законодатель То есть он устанавливает принципы, на основе которых существует Вселенная И когда мы признаем этот факт, то тогда мы спрашиваем Бога А как ты устроил Вселенную? Это делают все, даже неверующие люди Неверующие люди делают это, не обращаясь напрямую к Богу Они это делают, пытаясь исследовать законы природы Но они делают то же самое Вот когда физик сидит и рассчитывает прочность металла Который нужен для того, чтобы космический корабль Выдержал перегрузки, взлета и возвращения назад на Землю То он тоже отвечает на вопросы, что можно, что нельзя Вот по сути дела он должен точно ответить на вопрос Что вот этот металл можно, а вот этот нельзя Почему этот нельзя? Потому что если ты поставишь металл слабее, другого качества То он не выдержит перегрузок И он разлетится, и естественно разлетится космический корабль И вся программа, и все люди, которые там будут находиться То есть когда мы признаем, что Бог законодатель Вот тогда мы просто неизбежно связаны С тем, что что-то можно, что-то нельзя Это абсолютное правило Причем я привел только одну ситуацию в физике Но возьми любую другую сферу естествознаний, естественных наук Они все отвечают на вопрос, что можно, что нельзя Принцип ответа на этот вопрос следующий Наша задача, имея разум, имея способность анализировать В максимальной степени жить в гармонии с законами природы Люди неверующие говорят о законах природы Но это не что иное, как законы Божьи То есть Бог сотворил Вселенную И Вселенная, хотим мы этого или не хотим Она функционирует по этим законам И ты хоть сколько не соглашайся с тем, что вот здесь много правил Когда мы учились в школе, там тоже было очень много правил И тоже кому-то это не нравилось Но ты никуда не денешься H2O, так и остается H2O Ты ничего не можешь сделать с этим Потому что это Божий закон, это Божий принцип Дважды 2-4, дважды 2-4 будет Жи-ши-пиши через и Вот, то есть есть правила Везде все правила, которые существуют И мы, когда мы говорим об этих правилах Мы говорим о объективной реальности Теперь, когда мы посмотрим на моральную сторону На нравственную сторону Бога То нравственная сторона функционирует точно в такой же реальности У нас у всех есть представление Есть хорошо, есть плохо А вот кто дает основу того, что хорошо и что плохо Кто регулирует хорошо и регулирует плохо Вот об этом люди спорят и не соглашаются Но реальность такова, что точно так, как в мире естествознания Или же в мире естественных наук Точно так же и в мире моральных наук Нравственных наук Или нравственной составляющей нашей жизни Есть что-то правильное и что-то неправильное И это правильное и неправильное определено Богом, а не нами. И когда люди приходят к Богу, когда люди приходят к Иисусу Христу, когда они каким-то образом пытаются жить в гармонии с Богом, то у них вполне естественно и возникает вопрос, а что же с Божьей точкой зрения правильно, а что неправильно? Здесь, правда, вокруг этой темы есть очень много спекуляций. Эти спекуляции связаны с тем, что многие люди создают религиозные системы, которые к Божьим правильно и неправильно добавляют еще человеческие правильные и неправильные. И вот отсюда и возникает всякая разная детализация разных вещей. Вот это можно, вот это нельзя. И люди устанавливают традиции, устанавливают предания. И, скорее всего, когда эта женщина пишет, она имеет в виду именно вот эту человеческую составляющую разных человеческих запретов. Но часто очень люди, реагируя против человеческих запретов, они отменяют или отвергают запреты вообще. То есть они пытаются создать иллюзию того, что все мне позволительно, все я могу делать, и я сам оказываюсь законодателем. Я сам определяю, что можно, что нельзя, и поэтому мне не нужно идти к кому-то спрашивать. Это абсолютно неверный подход. Он игнорирует главную составляющую. Составляющую, главную составляющую, которая заключается в том, что у Бога есть объективная реальность, определённая им как законодателям. И мы никуда не денемся, и нам нужно знать, что правильно, что неправильно. Знать, что правильно, что неправильно, мы можем только из Священного Писания. Вот почему наша передача называется «Библия говорит». Это означает не то, что каждое слово, которое здесь сказано, это слово из Библии, но мы пытаемся понять, насколько же Библия говорит по каждому конкретному вопросу. Здесь я считаю важным обязательно добавить ещё один очень важный аспект. Когда мы говорим о том, что можно, что нельзя, с точки зрения Евангелия Иисуса Христа, с точки зрения спасающей веры, то нам нужно понять одну очень важную реальность. Был только один человек на земле, который в точности исполнил всю волю Божию ни в какой мере, ни в каком элементе, не отклонившись от гармонии с Богом. Этим человеком был Господь наш Иисус Христос. Бога-человек Господь Иисус Христос. Теперь, когда мы говорим о спасении, наше спасение ни в коем случае не зависит от того, что мы в точности всё исполнили. Мы не можем это исполнить всё в точности. Наше спасение зависит только от одного, от того, насколько человек верою принял Иисуса Христа и, соединившись со Христом, стал обладателем этого дара, который даёт Христос. То есть, Христос за нас исполнил абсолютно весь Божий закон. В каждой ситуации. И мы спасены Его праведностью, и мы спасены Его жизнью, и мы будем в небесах с Богом только по той причине, что Бог послал Сына Своё, который исполнил за нас весь закон. В то же самое время, всякий верующий человек, который соединился со Христом, он имеет чувствование Христовое, он имеет ум Христов, он имеет внутренний мир, который рождён от Бога, и поэтому он желает узнать волю Божию относительно каждой детали своей жизни, и поэтому он задаёт вопрос. Да, чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, дорогие, если вы ещё не подписаны на наш канал, подписывайтесь, делитесь другими, и пусть Господь приходит и в дома тех, кто ещё не слышал истину. Будьте этими распространителями её. На сегодня всё. Храни вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.